С вами я, Татьяна Ташуда, и у нас очень интересный урок, это как работать с внутренним уголком глазика. В мое поле зрения попал вот такой вот глазик, не очень обычный, почему, сейчас расскажу. Здесь есть асимметрия ресничного ряда, когда такое происходит. Первый момент, это когда от природы у вашего клиента, либо у вашей модели, так немножко хаос на ресничках, и ресницы растут так, как им хочется. То есть каждый ряд не однонаправленный, а один ниже, другой выше, либо они ступеньками, тогда это достаточно сложное тоже будет наращивание. И второй момент, это если сделали, например, ламинирование ресниц, еще бывает, когда где-то, возможно, была какая-то травма на веке, что-то такое, да? Но еще это бывает после того, когда выполнили, например, ламинирование ресниц, завиток начал спадать, но он немного некорректный. К нам приходит клиент, и у него есть желание записаться на наращивание ресниц, да? Смотрите, очень необычный глазик, не могу сказать, что такое встречается достаточно часто, но вот провал внутреннего угла, это достаточно частое явление. И на это нужно обращать внимание, потому что у вас потом получается на переходе ступенька. Итак, первое, давайте я отмечу зоны, которые очень видно, что нарушен ресничный ряд. Вы сейчас, я их прорисую, и вы тоже обратите внимание. Можешь приблизить? Можешь приблизить. Смотрите, вот эта часть внутреннего уголка. Все ресницы полностью смотрят вниз. Далее, у нас идет более ровный ресничный ряд, и вот здесь опять провал получается. Внешний угол провисает вниз. Поэтому наша с вами сегодня тема, это поговорить о том, как сделать то, чтобы не провисали внешние углы. Вот вы когда наращиваете, вот чтобы не было грустного взгляда, чтобы эти уголочки не провисали. Итак, смотрите, первое, что мы должны сделать с внутренним углом. Самая большая распространенная ошибка мастеров, которая постоянно внушает ученикам то, что нужно работать только с изгибом B на внутреннем углу, либо с изгибом C. Я сейчас разбею ваши мифы, потому что у нас линия века регулирует высоту при открытии. То есть, если мы работаем с более ровными завитками, линия века у нас всегда при открытии глаза будет казаться ниже. То есть, глаз будет казаться более таким щелочновидным. Если же вы работаете с более закрученными завитками, при открытии всегда глаз будет казаться, линия века немного как бы выше. То есть, завитки корректируют линию нашего глаза. То есть он может быть либо визуально чуть при закрытом казаться, либо если мы используем закрученные завитки, он будет смотреться немного при открытом. Но опять же, это смотря как растет натуральная ресница, потому что натуральная ресница, тема она достаточно обширная и сейчас вы это все поймете. Смотрите, если мы здесь проработаем весь глаз абсолютно одним завитком, например ЦЦ, у вас будет ступенька с перехода внутреннего угла на основную часть и с основной части на внешний угол он у вас тоже опустится. Поэтому с такими ресницами как нам необходимо работать? Есть три варианта. Я сейчас их пропишу вам на доске. Для того, чтобы приподнять в одном месте ресничный ряд, а в другом месте наоборот его оставить на уровне, нам необходимо комбинировать между собой завитки. Я думаю, что ни для кого это уже не секрет. Единственное, бывают сложности в том, как правильно перейти с одного изгиба на другой изгиб, но это тоже уже отдельная тема. Сегодня мы с вами говорим о том, что у нас есть глазик и у него примерно вот такая схема. Здесь угол внутренний заваленный, далее у нас идет ровный ресничный ряд и дальше внешний угол опять у нас идет провал вниз. То есть что мы будем с этим делать? Самая распространенная частая ошибка, давайте постоянно ставить во внутренний угол В и Ц. Ну давайте его туда постоянно ставить, даже если у нас ресницы вниз и так опущены, а мы все равно их туда поставим. Поэтому нельзя такого делать. Здесь на самом деле нужно использовать регулирующие завитки, которые являются более универсальными. Конечно, к такому завитку входит ЦЦ, потому что у него он как бы имеет подъем, но не слишком резкий. Итак, смотрите, по схеме, что мы можем сюда использовать? Один из самых моих любимых завитков, которые регулируют поднятие уголков глаз, это LD. Мы можем проработать так. Вот LD можно прорабатывать в внутренней уголочке тоже. Поэтому мы будем делать по такой схеме. LD. Сюда мы можем взять завиток ЦЦ и в конце мы тоже поставим такой завиток как LD. То есть мы поднимаем вот эту часть и поднимаем вот эту часть с помощью закрученного завитка. Дорогие мастера, итак, мы продолжаем подбирать схемы для вот таких глазок и таких ресниц асимметрии. Итак, следующая схема, которую мы можем выполнить на эти глазки, почему я привожу несколько вариантов? Потому что не всегда у мастера в арсенале есть LD, например, изгиб. Скорее всего, что у вас есть D, C, но более такие простые изгибы. LD это уже изгиб, который более новый. Итак, смотрите, мы можем выполнить такую схему D, C, C и D. Что мы делаем? В таком случае мы приподнимаем внешний угол. Здесь мы остаемся на той же нейтральной полосе. И далее мы опущенный вниз угол также стараемся немного приподнять. Я вам скажу, что в моей голове появились эти схемы только после того, как я начала сталкиваться с данными ресницами. Потому что та пропаганда, что внутренний угол ставим B и C, я просто на этом много раз обожглась, когда на внутренний угол с провалом ставишь изгиб B, клиент открывает, и у него ресницы так вниз ушли просто, совсем вниз смотрят. То есть к этим схемам можно прийти только тогда, когда вы используете достаточно, у вас много клиентов, вы постоянно используете разные завитки на практике. Потому что большинство мастеров, они только работают с изгибом C, либо с изгибом D. Но когда вы начинаете применять в своем арсенале очень много завитков, вы понимаете, что вы можете корректировать совершенно по другому форму глаз. Итак, и последний, который я бы хотела с вами разобрать, мы можем подобрать для этого моделирования, это CC, C и опять CC внутренний угол. Почему такая схема еще? Я вам скажу, она является самой универсальной и более всего подходящей. Потому что иногда провал может быть слишком большим, ресницы свои натуральные очень длинные, и когда во внутренний угол вы ставите D, получается большое несовпадение искусственной ресницы с натуральной. Поэтому чаще всего именно вот эта схема, она будет более подходящая для тех мастеров, которые не совсем могут не до конца оценить структуру натуральной ресницы. Потому что чтобы понять, поставить D, либо поставить все-таки CC, вам нужно сразу посмотреть на длину натуральной ресницы, на сколько наклон идет этой натуральной ресницы. То есть сопоставить много факторов. Если вы еще не вооруженным глазом, так не можете все сразу оценить и определить, тогда лучше пользуйтесь вот этой схемой. Вообще, если вы видите, что где-то есть провалы во внутренних углах, то я не рекомендую. Вы можете посмотреть, что ни в первой, ни во второй, ни в третьей схеме нет здесь на внутренний угол, давайте представим, что это нос, нет здесь на внутренний угол никакого C и никакого B. То есть абсолютно можно работать с другими завитками. Еще рассказываю вам такой момент. Если у вас пришел клиент и у него очень близко посажены глаза, если мы используем ровные завитки на внутреннюю часть глазика, чаще всего они зрительно у нас будут сближать глазки. Что мы можем сделать для того, чтобы их отдалить? Опять же, во внутреннюю часть глазика мы будем использовать более закрученный завиток. Я не говорю, что это может быть D, универсальный завиток это CC, то есть я бы рекомендовала начинать с него и применять его. Если вы хотите немного отдалить глазки друг от друга, тогда мы применяем сюда, используем более чуть-чуть подкрученные завитки. Если нам нужен внешний угол, если глаз близко посаженный, нам надо внешний угол сделать немного дальше. Тогда мы вытягиваем более ровными ресницами для того, чтобы глаз был более вытянутый. Всегда ровные завитки, они глаза удлиняют. Давайте разберем теперь такую схему. Если к нам пришел клиент и у него глазки наоборот, очень далеко друг от друга посажены, визуально нам нужно сблизить внутренний угол. Вот у нас нос, нам надо сблизить. Нам это может дать только более ровные завитки. Они визуально удлиняют глаз и так получится, что они сближают. А внешний угол нам нужно чуть раньше закончить. То есть для того, чтобы закончить раньше, все закрученные завитки визуально укорачивают глазки. Поэтому у нас получается такая, например, схема CC плюс D, либо C плюс CC. То есть может быть такая выполнена схема. Следующий момент, тоже по корректировке внутреннего угла. На что необходимо обратить внимание, и это будет являться очень важным. Внутренний уголочек, очень слабые ресницы, самые короткие ресницы. Есть такой один хитрый момент. Если вы хотите, чтобы пучок на внутреннем углу стал максимально ровно, вот прям четко, идеально ровно, первое, что необходимо сделать, это правильный отступ. Он должен быть не более полмиллиметра. Ни в коем случае больше, потому что ресницы сразу завалятся в одну либо в другую сторону. Второе. Длина искусственной ресницы полностью должна соответствовать длине натуральной ресницы. Если вы на внутренний угол берете хотя бы на 1-2 мм длину больше, чем натуральная ресница, у вас от нагрузки, от превышения нормы натуральной ресницы, опять же, пучок будет заворачиваться в одну либо в другую сторону. То есть контролируйте, обязательно контролируйте, чтобы длина соответствовала искусственной и натуральной. То есть обратите внимание, длина искусственной к натуральной. Они должны быть просто равны. Третий момент. Это постановка внутреннего уголочка глазика и внешнего уголочка глазика обязательно должна быть сверху. Никто не слушайте, если говорят снизу, потому что таким образом вы еще больше нагружаете ресницу и призываете ее к тому, чтобы она опускалась. Только постановка сверху, сейчас вам нарисую. Вот у нас есть ресничка. И только если мы устанавливаем пучок сверху, натуральная ресница его удерживает и не дает ему так быстро опуститься. Если вы делаете с установкой снизу, автоматически нагрузка искусственной ресницы утяжеляет и обтягивает натуральную ресницу, и он очень быстро опускается. Поэтому не забывайте, что есть изгибы, которые помогут вам приподнять внешний угол. И есть постановка, которая вам поможет тоже сохранить то, чтобы внешний угол быстро не провисал. И внутренне это касается тоже. Итак, первое это отступ. Второе, длина искусственной ресницы равняется длине натуральной. Третье, это постановка сверху. Это если вы работаете, я рассказываю про внешний и внутренний угол, но больше сейчас акцент даже на внутренний идет. Постановка сверху. И я бы хотела еще зацепить такой момент, это четвертый. Это геометрия пучка, это тоже потому что является очень важным. Если у вас пучок будет сформирован немного некорректно, то есть больше здесь ресницы, две ушли сюда. У вас тоже автоматически нагрузка уходит в одну или в другую сторону, то есть будет тянуть натуральную ресницу. Если вот эти ресницы посредине, они еще более сильные, они справляются с нагрузкой, если коммерческий пучок, и он чуть-чуть не идеальный, то внутренний угол, он не терпит этого, он обязательно будет заваливаться в любую какую-то сторону. Поэтому геометрия пучка на внутреннем углу должна быть максимально корректной. Вот он должен быть прям идеальный, понимаете? Что это означает? У нас есть такие промежутки, это А, В и С. То есть промежуток от А до В у нас будет одинаковым, и от В до С у нас тоже будет одинаковым. То есть у вас абсолютно равномерное раскрытие между каждым лучиком. В таком случае у вас будет красиво становиться внутренний угол. Поэтому для того, чтобы был красивый внутренний угол, вам необходимо соблюдать геометрию пучка, чтобы он был идеален. Давайте теперь вернемся к нашей картинке, потому что все схемы, которые я ранее прорисовывала, это именно этот глазик меня натолкнул на то, чтобы я вам рассказала эту тему. Дорогие мастера, и я возвращаюсь к нашему глазу, который имеет асимметрию. Теперь вспоминаем, что вот этот участок, который я вам зарисовала, мы можем сделать в изгибе LD. Вот эту часть нам необходимо тогда сделать в изгибе C, и последняя часть тоже LD. Это для того, чтобы приподнять реснички. Вторая схема это CC, C и CC. Точно так же мы будем выравнивать вот эту линию нашего века. И еще одна схема, которую мы можем использовать, это D, CC и D. Смотрите, за что хочу вам сказать еще. Направление внутреннего угла, потому что это тоже очень важно. Вы можете скорректировать длину внутреннего уголочка направлением, которое будете задавать. Если вы задаете направление, устанавливая внутренний угол немного с наклоном на нос, автоматически у вас пучок становится вот так вот. У вас получается, что вы вытягиваете внутреннюю часть глазика. Даже не так лучше нарисовать. Теперь нам необходимо скорректировать, как мы хотим, чтобы у нас был расположен внутренний угол. Постановок может быть несколько вариантов. Мы можем внутренний угол глазик укоротить сначала, и мы можем его вытянуть. Вытягиваем в том случае, если у нас близко посаженные глаза, и укорачиваем в том случае, если глаза далеко посаженные. Либо по пожеланию клиента, или просто мастер технически привык работать постоянно в какой-то одной позиции. Я вам рассказываю, что мы можем установить пучки так, что мы вытянем немного визуально внутренний угол. Это когда мы ставим пучки с наклоном немного как бы на зону носа. И второй вариант, это когда мы пучки устанавливаем полностью ровно. Например, смотрите, мы удаляем эти пучки. Когда мы пучки устанавливаем с положением полностью ровно, визуально у нас уже глаз становится немного короче. Вот пучок, который уходит на нос, он удлиняет нам линию века. И вот пучок, который становится ровно, он укорачивает нам линию века, и глаз визуально смотрится тоже короче. Поэтому я не могу сказать, что так нужно делать, так не нужно, так можно, так нельзя и тому подобное. Я хочу сказать, что это скорее всего просто индивидуально вы подбираете под вашего клиента, как будет лучше. Эта тема уже касается больше сложного моделирования, поэтому я ее провожу часто на своих курсах. Если вы хотите еще больше информации, приходите к нам на курсы, и вы узнаете, как работать с трудными глазками. Которые, например, один глаз ниже, положением другой глаз выше. Либо когда на одном глазу все ресницы вниз расположены, на другом глазу все ресницы вверх растут. То есть это все касается сложного моделирования. Еще я хочу сделать один акцент на внешнем углу. Не забывайте, что постановка должна быть сверху, хотя бы потому, что натуральная ресница в таком случае придерживает искусственную ресницу. И не дает ей возможности так быстро провисать. Потому что как-то вот генетически так заложено, что внешний угол достаточно быстро отрастает. Самый быстрый. И он еще больше всего поддается травматизации такой. Мы постоянно, когда трем пальчиками хотим вытереть глазки, мы всегда трогаем внешний угол. То есть мы не протираем средину обычно ресницы. И когда идет слеза, тоже больше отрезается на внешний угол. И мы постоянно, ну вот, все движения рисуем стрелочки. Все у нас идет частично больше травматизация такая на внешний угол. Поэтому для того, чтобы его сохранить дольше, необходимо ставить постановка сверху. Дорогие мастера, хочу порекомендовать вам материалы своей торговой марки. Так как могу полностью заявить о том, что мы имеем полностью все сертификаты качества. У нас мы прошли все необходимые сертифицирующие документы для того, чтобы материалы стали самыми лучшими и качественными. И очень быстро вышли на рынок. Поэтому я без особого стеснения могу вам сказать, что если вы будете использовать материалы моей торговой марки, ваши работы станут гораздо лучше. Потому что я работаю над каждой ресничкой, чтобы усовершенствовать ее качество. Поэтому рекомендую вам попробовать наши ресницы LD, которые уже достаточно... Ну вот я сейчас тоже так же у меня наращиваются с гипом LD, потому что оно мне очень нравится. Считаю фаворитом для тех глазок, вы знаете, что у меня припущены внешние углы. И он достаточно хорошо открывает глаза. То есть глаза получаются очень большими на самом деле. Поэтому рекомендую вам посетить чемпионат, который будет проходить в Харькове 21, 22, 23 мая 2020 года. Я буду очень рада видеть каждого из своих подписчиков. Обязательно под видео я вам оставлю ссылочку на инстаграм нашего чемпионата. Все, что вам необходимо сделать, это подать заявку. Таким образом вы станете участником нашего чемпионата. Я буду за каждого из своих учеников болеть, потому что вы учились очень долгое время по моим видео. Я бы хотела видеть, какие у вас получаются из этого результаты. Поэтому приглашаю всех на чемпионат. И за каждого буду искренне рада. В день награждения, когда у нас будет проходить награждение, Каждому, кому буду вручать эти... Обязательно, каждому мы вручим диплом участника чемпионата. Это обязательно. Ну а кубки уже будем вручать исключительно только победителям. Поэтому я верю в то, что это будете именно вы. И приглашаю всех пройти регистрацию. На этом мое видео подходит к концу. Всем пока-пока. До скорых встреч в новых видео.